26 июня в мире отмечают День борьбы с наркотиками. В Чебоксарах, в сквере у Национальной библиотеки, в шестой раз прошел тематический фестиваль «Моя альтернатива». О том, какая она альтернатива наркотикам, в нашем репортаже. Специалисты называют несколько основных причин, по которым люди начинают употреблять наркотики. Среди них банальная скука, жажда приключений и желание вписаться в компанию. И творчество или спорт могут стать заменой пагубной привычки. Всем известно, что люди начинают употреблять всякую гадость, скажем так, от того, что им больше нет альтернатива никакой. Мы сводим к расплощадкам, федерациями, спортивными, творческими, танцевальными, чтобы они могли научиться, чтобы они могли увидеть, чтобы они могли попробовать. Еще одна вероятная причина зависимости – недостаток серотонина и эндорфина, так называемых гормонов счастья. Выработать их организму помогает физическая нагрузка. Баскетболист Владислав Купташкин знает, какое удовольствие забросить в трехочковый. Когда человек начинает употреблять что-то, он перестает заострять внимание на тренировках и начинает больше уделять внимание вот этим веществам. Наркотики, они просто ведут тебя вниз, прям по наклонной лестнице. Альтернатива для тех, кто в силу возраста или здоровья не может кидать мяч или заниматься на тренажерах – боевое искусство айкидо. Айкидо – это образ жизни. Это уверенность в себе, это здоровье. Айкидо занимается миллионами людей. Человек, изучая айкидо, овладевает приемами самообороны. Все это примеры так называемой позитивной наркопрофилактики. Цель не в миллионный раз – сказать о том, что наркотики – это плохо, а показать, что без них – хорошо. Вся наша жизнь состоит из увлечений и какой-то деятельности, которая нас захватывает. Мне кажется, что спорт, искусство, творчество, профессиональная деятельность способны захватить человека, определить его жизнь. И, конечно, эта деятельность несовместима с наркотиками. Эти простые меры работают, отметила главный нарколог республики Ирина Булыгина. Ситуация, она в целом сегодня с потреблением наркотиков и распространением наркотиков, она достаточно сложная. Но я хочу отметить, что Чувашская республика по последнему рейтингу по напряженности наркоситуации входит в зеленую зону. Это говорит о том, что технологии профилактической работы дают свои результаты. Своя зона ответственности у правоохранительных органов эти и другие моменты обсудили на конференции в Национальной библиотеке. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Павел Редков, Республика.